МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Распространяется из Азербайджана. Армению посетила консультативная группа НАТО. Сегодня день памяти Ованеса Шираза. Из-за теплой погоды в Западной Армении и преждевременного таяния льда русло реки Карс поднялось. В связи с увеличением речного стока власти принимают меры, чтобы избежать затопления в районе реки. Двухэтажный дом был поврежден в результате землетрясения силой в 6,8 балла 24 января в селе Юрейкая. После решения снести дом, домобладелец сообщил специалистам, что в доме два кувшины, и они очень старые и могут иметь историческую ценность. Археологи исследовали и обнаружили, что кувшинам около 700 лет, и раньше они использовались как зерновые хранилища. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на шоссе Аксарай-Аданак-Киликии. По предварительным данным, в результате аварии пострадало 44 человека. Двое находятся в критическом состоянии. Из-за коронавируса в Ване было решено отложить празднование на Вруза. Премьер-министр Грузии Георгий Гахари провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. После бесед было принято совместное решение о приостановлении движения граждан по направлениям Грузии-Армении на 10 дней. В то же время стороны договорились обеспечить беспрепятственный доступ своих граждан, которые хотят вернуться домой. Ограничения не распространяются на грузовые перевозки. В этом году продолжаются научно-исследовательские работы на территории крепости Абул, а со следующего года уже начнутся работы по реконструкции и консервации. В сентябре 2019 года представители Центра по сохранению и изучению памятников культуры во главе с Годердзи Нарименашвили и при поддержке Агентства по защите культурного наследия Грузии начали археологические исследования крепости Абул. Основной целью раскопок было составление документов, чтобы памятник мог быть включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО для дальнейшей защиты. Как сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Агентства по защите культурного наследия Грузии Бека Берамидзе в разговоре с Джинюс, в этом году также будет протекать процесс научно-исследовательских работ в районе крепости Абул, а со следующего года предусмотрены восстановительно-консервационные работы. Чтобы представить памятник в ЮНЕСКО, необходим полностью контролируемый механизм. Речь идет об исследованиях, консервации, реконструкции. В то же время необходимо разработать программу управления и другое. Это программа продолжительной работы, на которую идет примерно 5-6 лет. В Арсахе не было зарегистрировано случаев коронавирусной инфекции. Паника распространилась и с Азербайджаном. Как передает Армен Пресс, об этом сообщил Центр проверки информации. В медиапространстве через группы Фейсбука и фальшивых пользователей распространяются слухи о том, что 11 граждан и 27 военнослужащих с симптомами коронавируса были доставлены в центральную больницу Степанакерта. Новости того же содержания еще 5 марта распространились в Фейсбуке на фейковой странице. Она управляется Азербайджаном. Эти слухи были опровергнуты. Однако, поскольку в Армении были подтверждены новые случаи коронавируса, дезинформация снова начала распространяться. Центр проверки информации также связался с министром здравоохранения Арцахарой Камбагаряном, который также опроверг эти слухи, заявив, что в Арцахе не было случаев заражения вирусом и приняты все необходимые профилактические меры, сообщает Центр. С 9 по 13 марта в Армении с очередным визитом находилась консультативная группа программы НАТО развития оборонного образования. Об этом новости Армения news.em сообщили в пресс-службе Минобороны Армении. Цель визита заключалась в сотрудничестве с управлением кадров и военного образования Минобороны Армении и военно-учебными заведениями, а также подведение итогов программ сотрудничества за 2019 год и согласование путей дальнейшего взаимодействия. Уванес Тадевосович Шерас при рождении Оник Карапетян, армянский поэт-общественный деятель. Уванес родился в городе Александрополь, Гюмри, в самый разгар Первой мировой войны во время начатого молодотурками геноцида армян. В мае 1918 года Александрополь был захвачен турками. Отец Уванеса был убит турецкими солдатами в поле во время работы. В декабре того же года Александрополь был возвращен в состав Армении. Уванес рос в приюте для сирот, пока однажды на рынке случайно не нашел свою мать Астриг. Его первое произведение «Приход весны» было опубликовано в 1935 году, после чего новеллист «Артпет» дал молодому Иванесу псевдоним Шерас, сравнив его поэзию с розами персидского города Шераса. В 1937 по 1941 годы Шерас учился на филологическом факультете Ереванского государственного университета, а в 1956 году в Московском литературном институте имени Горького. Опубликовал в сборнике «Начало весны» голос поэта Лира Армении, Сиаманто и Джезаре, памятник матери Армянской, Дантийской и другие. За сборник «Всечеловеческое» в 1975 году был удостоен государственной премии Армянской СССР. Он написал большой сборник стихов под названием «Айотс Дантеакан» на тему «Геноцид против армян», тема, запрещенная в Советском Союзе. Первая версия этого шедевра была написана в 1941 году. В 1960 и 1969 году фирма «Мелодия» на виниле выпустила вокально-симфонический цикл «А в этот артериан родина» на слова Ованеса Шираза. Умер 14 марта 1984 года в Ереване. Похоронен в пантеоне парка имени Комитаса. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Ай, а си, на». АРМЯТ НА ТАНАЛْ Субтитры создавал DimaTorzok